Ездишь больше, платишь меньше. Такую схему челябинские депутаты предлагают горожанам. Владельцам транспортных карт они обещают дать скидку. Но чтобы ездить в автобусе, троллейбусе и трамвае, они смогли за 16 рублей, а не за 20, как другие пассажиры. Такую скидку предоставят тем, кто оплатит вперед больше 60 поездок. Подробности у Ирины Гончаренко. Владельцы транспортных карт получат скидку на проезд. Этот вопрос на заседании городской думы обсуждают одним из первых. Сейчас билеты на автобус, троллейбус и трамвай стоят по 20 рублей. Столько же, как и в маршрутных такси. Повышение провели в ноябре прошлого года. И теперь транспортники фиксируют отток пассажиров. Решить эту проблему должны скидки. Владельцы транспортных карт смогут платить до 20% меньше. Сотрудники транспортного управления обещают, это увеличит пассажиропоток на 30%. Это предоставление скидки, по большому счету, за кредитование общественного транспорта населением, горожанам. Мы с вами сегодня, все жители Челябинска, переживаем именно за судьбу нашего общественного транспорта, потому что город-миллионник не может остаться только с маршрутными такси. В Челябинске проходит заседание городской думы. И поправку про транспортные карты депутаты утверждают единогласно. После переходят к рассмотрению других вопросов. Заслуживают отчет о бюджете 2015 года. В казну поступило 28,4 миллиарда. Это на 1,4 миллиарда меньше, чем в прошлом. Из-за снижения налога на землю и застоя на рынке недвижимости. Это заставило гордуму искать новые механизмы работы. Например, краткосрочные кредиты брали у федерального бюджета под маленькие проценты. При дефицитном бюджете, кассовые разрывы нам приходится закрывать кредитными средствами. Ну а привлечение федеральных кредитов, конечно, экономит деньги для бюджета. Так могу сказать, в разы. Все эти трудности не сказались и не будут сказываться на социальных программах. Челябинск по-прежнему продолжает поддерживать спорт, образование и систему здравоохранения. Ирина Гончаренко, Андрей Ярушев, ОТВ.